Депутат Государственной Думы Расул Баташа совместно с руководителем Следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Николаем Щепкиным провели прием граждан в Черкесске. О том, с какими вопросами жители обратились, расскажет Руслан Жукаев. Ставшая уже традиционной встречей граждан с депутатом Государственной Думы Расулом Баташевым, на которых граждане обращались со своими проблемами, на этот раз проходила в здании Следственного комитета Карачаева-Черкесии с участием руководителя комитета Николаем Щепкиным. Вопросы были самые разные, начиная с выделения делянки до получения жилья воспитанниками детского дома. Встала я в очередь на жилье только в 2014 году. Стою уже 7 лет в очереди, мне сейчас 27. И они говорят, что еще лет 10 я точно не получу жилье. То есть финансов нет, финансирования нет. Мы тебе никак не можем помочь, что мы можем сделать. По обращению Анастасии Канавченко в режиме реального времени сделали запрос соответствующие органы и получили информацию о продвижении очереди. Вопрос также был взят под личный контроль руководителя следкомитета и депутата Госдумы. Мы, наверное, по вашей ситуации поглубже немножко разберемся, запросим, как двигалась ваша очередь с момента постановки, в какой вы сейчас находитесь в стадии. И, к своему мнению, обозначим республиканским властям, что о 10 годах там не может быть речи. Понимаете, если каждый год по 60, то в следующем году должны получить. Ранее работа по обращениям проходила только при участии депутата Госдумы. Исходя из тематики проблемы, он делал депутатские запросы в соответствующие органы власти. Сейчас формат был чуть изменен. Так как у депутата Государственной Думы есть возможность только обращаться в те или иные органы. И я благодарю Николаю Вячеславовичу за взаимодействие. Несколько вопросов, которые сегодня подходили граждане нашей республики, я думаю, будут разрешены в кратчайшие сроки непосредственно с помощью Следственного комитета и руководителя Николая Вячеславовича. Считаю, что такую практику будем продолжать и с остальными федеральными органами. Измененный формат встречи позволил уже на месте решить ряд обращений. Николай Вячеславович в рамках своих полномочий уже дал ряд распоряжений рассмотреть вопросы, по которым обращались жители республики, что значительно ускорит время рассмотрения отдельных вопросов. Часто мы принимаем людей по вопросам, не относящимся к компетенции Следственного комитета, по обычным бытовым, каким-то же личным моментам. Поэтому, когда совместнее проводятся приемы, быстрее, яснее, четче могут решиться поставленные гражданами вопросы. Это очень правильная, полезная практика. Думаю, ее надо развивать. Надеюсь, что это войдет в хорошую нашу традицию в дальнейшем в такое взаимодействии. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.